Первые переговоры главных дипломатов России и Америки После смены власти в США Сергей Лавров и Рекс Тилерсон на встрече в Москве Обсудили так и не выправившиеся двусторонние отношения И главные проблемы международной повестки По которым позиции двух стран Сури по всему по-прежнему не сходятся Как и ожидалось, в центре внимания оказалась самая болезненная тема последних дней Ракетный удар Пентагона по сирийскому аэродрому Шайрат В США объяснили свои действия тем, что именно с этой авиабазой в воздух Поднялись самолеты, применившие химическое оружие в провинции Идлиб Вашингтон обвинил режим в Дамаске в военных преступлениях А союзную ему Москву в покрывательстве этих преступлений Буквально перед самым визитом госсекретарь обрушился с критикой на Башара Асада Призвав Москву сделать выбор между Ираном, Сирией и Хизбалой И цивилизованным Западом Однако и Сирия, и Россия обвинения США последовательно отвергают Выступая со встречными Сегодня глава медицей Лавров вновь озвучил эту позицию Соединенные Штаты атаковали суверенное государство Впрочем, как Лавров, так и его коллега Тилерсон выразили надежду Что визит последнего в Москву поможет преодолеть разногласия Мы наблюдали совсем недавно весьма тревожащие действия Когда была предпринята противоправная атака против Сирии Мы с вами это обсуждали по телефону Российское руководство, наш президент уже высказал в этой связи принципиальные оценки Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права А не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора Либо мы с нами, либо вы против нас Визит Тилерсона в Москву пришелся на самый сложный период во взаимоотношениях двух стран После прихода к власти администрации Дональда Трампа Поначалу ожидалось, что госсекретаря США примет президент Владимир Путин Но затем стало известно, что этого скорее всего не произойдет Сегодня, впрочем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь допустил возможность встречи Путина и Тилерсона Как он выразился, есть определенная вероятность Российский лидер, между тем, на фоне визита главного американского дипломата в Москву Обозначил позицию Кремля в отношении Вашингтона В интервью телекомпании «Мир» Владимир Путин дал понять При Дональде Трампе, которого на родине обвиняли в чрезмерной лояльности к российским властям Стало не лучше, чем было при Обаме Российский президент также обвинил США во вмешательстве во внутренние дела других стран И гробом нарушении международного права Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне Он не стал лучше, а скорее всего деградировал Совсем недавно мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии Соединенными Штатами Ну и как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет А нарушение международного права есть, это очевидный факт Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране И несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать То, что сирийский кризис станет помехой в налаживании отношений Москвы и Вашингтона, считает президент США Дональд Трамп Две страны пока не могут найти общий язык в диалоге, признал 45-й глава Белого дома Мягко говоря, мы находимся не совсем на одной и той же волне с Россией, сказал американский лидер в интервью газете Нью-Йорк-Пост По словам Трампа, Владимир Путин должен увидеть, каким варваром является этот парень, то есть сирийский президент Башар Асад Цитирую Очень плохо, что Россия связана с человеком, который травит газом детей и применяет бочковые бомбы Асада Трамп считает мясником и варваром А ракетный удар по сирийскому аэродрому, что вызвало гнев Москвы, расценивает как акт гуманизма Похожее обвинение глава Белого дома озвучил в интервью телекомпании Fox Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы Думаю, это очень плохо для России Думаю, это очень плохо для человечества Это очень плохо для современного мира Но когда сбрасываются химические или бочковые бомбы прямо в центр людской толпы То, говоря откровенно, наблюдая за детьми без рук, без ног, видно, что это животное Ближний Восток и другие мировые новости, далее коротко Россия воюет в Сирии против своих собственных террористов Президент Владимир Путин заявил Главная цель военной операции – не допустить возвращения в страну тысяч российских граждан Которые сражаются на стороне террористов из исламского государства При этом верховный главнокомандующий привел пугающие данные Почти половина иностранных боевиков в Сирии и стран СНГ Чуть меньше половины – из самой России В цифрах это более 10 тысяч человек Путин отметил, что власти осознают реальность и масштабы угрозы Поэтому должны делать все, чтобы ее минимизировать Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 15 человек Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила, что в больнице умер один из пострадавших До сих пор в медицинских учреждениях находятся более полусотни раненых Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт Исполнителем теракта следствие называют уроженца Кругастана Акбаржона Джалилова Несколько дней назад стало известно, что в ноябре 2015 года он посещал Турцию А накануне турецкие СМИ сообщили о его депортации в декабре прошлого года На месте взрыва автобуса футбольной команды «Барусия» в Дортмунде найдено письмо, содержание которого может указывать на причастность к теракту радикальных исламистов Подлинность послания пока не подтверждена По данным СМИ, в письме упоминаются Аллах и убийства экстремистов из исламского государства Международной коалиции, возглавляемой США Также в нем содержатся отсылки к теракту, совершенному во время рождественской ярмарки в Берлине и осуждение участия ФРГ в операции против ИГИЛ Кроме того, в послании указано, что спортсмены, знаменитости Германии и других наций-крестоносцев включены теперь в список смертников исламского государства Накануне рядом с автобусом немецкого футбольного клуба «Барусия» сработало взрывное устройство Команда направлялась на матч-четверть финала Лиги чемпионов с командой «Монако» При взрыве пострадал футболист клуба Пока на этом все. Оставайтесь на RTVI. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска Редактор субтитров А.Семкин